Пандемия 2020 года стала главным и всеобщим потрясением, но жизнь преподнесла нам другие трудности. Мир вводит новые санкции против России в ответ на спецоперацию, которая ведется на Украине. Пестрят фотографии в соцсетях с фотографиями пустых полок. Что же на самом деле происходит в магазинах нашего региона? Столкнулись ли с дефицитом ключевых продуктов? И что на самом деле больше заботит жителей нашей республики? А также, как обстоят дела на производственном фронте? Ответы на эти вопросы узнавала Альбина Ламкова. Ситуация, когда, грубо говоря, людям будет нечего есть, к счастью, не грозит. По большому счету, хватит и гречки, и мяса, и яиц, и рыбы, и молочной продукции. Полки в магазине не пустуют, сахар есть и в разных весовых категориях, и от разных производителей. Специалисты Министерства сельского хозяйства вместе с другими ведомствами производят ежедневный мониторинг цен на продукты первой необходимости и их обеспеченности населению. Анализируя стоимость сахара на сегодняшний день, отметили ее снижение на 12% по сравнению с предыдущей неделей. Записываем цены, сводим информацию в Миндром, и они непосредственно управляют правительством. Повышение цен за последние два дня не наблюдается. Дефицит в продуктах? Дефицита тоже не наблюдается. Товара предостаточно на полках. Все хватает. Конечно же, в России своего продовольствия более чем достаточно, но все же малая часть населения подается страху дефицита. Но не все. За сахаром мы не деремся, как показывают где-то в Москве, Санкт-Петербург. Мы закупаем по мере необходимости. Допустим, нужен килограмм сахара, зашли килограмм сахара. Да, цены кусаются, но, впрочем, не так тяжело. Зарплаты не повышаются. Ну, как-то так. Я уверен, что все будет хорошо. В сложившейся ситуации я абсолютно не испытываю паники. Никак ничем не запасалась. Потому что чем больше мы запасаемся, тем меньше продуктов хватает другим людям. Действительно, как видим, ажиотажа нет. Что не скажешь о ценах. Они реально выросли, говорит покупатель магазина Надежда Васильевна. Заходишь каждый день и видишь на эти баснословные растущие цены. Вот это прежде всего доканывает. Так не должно быть. Впереди такие большие праздники для нас, христиан, русских. Пасха, провода. Это что такое? Цены вчера вот смотрю на эти конфеты. Боже мой, 80 рублей. 800 рублей килограмм конфет. Тысячу рублей. Данное обстоятельство обязывает в короткие сроки предприятиям всех отраслей экономики страны заняться анализом рынка, адаптируясь к созданным условиям. Нужно не только выстоять, но и желательно нарастить объемы производства. Это нелегкая задача. Я думаю, что сельское хозяйство в целом страны, в том числе Карачаева-Черкесской республики, все эти моменты, конечно, переживет. Даже если посмотреть на готовую пищевую продукцию, которая производится у нас в республике, собственно, процентов на 70 мы обеспечиваем свое население, местное население, и даже вывозим за пределы региона. К концу апреля предприятия уже должны прийти к пониманию того, как санкции повлияли на себестоимость продукции и на сколько процентов она повысилась. Вот тогда уже будет другой алгоритм расчета в определении экономических результатов. Альбина Ламкова, Максим Долгов, Вести, Карачаева, Черкесия.